Трейсеры выходят на улицы. Мало кто знает, но в Иванове есть своя школа паркура. Суть этого спорта проста. Максимально быстро и ловко переместиться из пункта А в пункт Б. При этом спортсмены должны легко уметь преодолевать городские препятствия. Стены, парапеты, лестницы. Летом трейсеров все чаще можно встретить в парке Степаново, на площади Пушкина и площадке у кинотеатра «Современник». Летом тренироваться хорошо, потому что погода, солнце, все радует. Можно просто полдня заниматься, если выходной. Конечно, залы для паркура – это хорошо, но это в первую очередь улицы. То есть, если ты вышел на улицу, ты понимаешь, что там она реальность. В зале у тебя могут быть маты, может быть какие-то конструкции с другими поверхностями. Истоками паркура считаются военные тактики французских солдат 19-го столетия. Увлечения не из легких. Постоянно занимается паркуром небольшая группа ребят – около 15 человек. Но в искусстве преодоления препятствий в городе им уже нет равных. Трейсеры рассказывают – это не спорт, это стиль жизни. Паркур учит бороться со страхами и превращает город в большую игровую площадку. Многие приходят сюда, чтобы узнать, на что способны. Ты летаешь на тренировке, чувствуешь себя как свободное, можно сказать, даже животное. Потому что манки идет, кэт, и все эти элементы связаны с животными. Мы, можно сказать, их берем от животных. Глаза боятся, а руки делают – вот главный девиз трейсеров. Ребята сталкиваются с препятствиями, которые кажутся непреодолимыми. Рассказывают понимание того, что твое тело может гораздо больше, чем кажется, приходит не сразу. Но при этом, отмечают трейсеры, главное – не переоценивать свои силы. Тренировка начинается с разминки у нас. Так что все довольно-таки безопасно. Большинство есть миф, что паркур очень опасен. Это не так. Если ты оцениваешь свои силы довольно-таки трезво, то все отлично. Впереди у ивановских любителей паркура и новичков целое лето. Череда тренировок, семинаров, показательных выступлений. Самое время освоить новые трюки и проверить себя на улицах. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...